Поисковый отряд за родину пробирается почаще смоленских лесов. Эти места – немые свидетели событий Великой Отечественной войны. Кажется, это нескончаемый пласт трагической истории нашей родины. Истории, в которой не должно быть белых пятен. По сообщениям товарищей, которые занимаются тоже поиском, нам указали место, предположительно, где упал самолет. В 20 километрах от Десногорска оборвалась жизнь одного из советских бойцов. Аварийная посадка для летчика и боевой машины оказалась смертельной. Это место, куда спланировал или упал самолет. Вот это яма. То есть самолет заходил на посадку и в каком состоянии он воткнулся в землю, просто спланировал, разбился о деревьях. Имя летчика и модель самолета пока неизвестны. Удар в землю был такой силы, что осколки разлетелись в радиусе более 200 метров. Мелкие детали находят при помощи металлоискателей, извлекая их из многолетнего слоя земли. Попытаемся в дальнейшем более тщательно обследовать это место. Может быть, попадется какая-то бирка или номер двигателя. Участники отряда надеются, что по найденным артефактам удастся восстановить всю картину трагического события. Детали самолета или личные вещи помогут узнать имя летчика, отыскать родных и сообщить, что пилот ушел из жизни, сражаясь за свободу своей родины. Я думаю, это что? Ну, это долг как бы отдать. Своей родине найти, то есть находить бойцов. Пока найдены лишь осколки бензобака заводским текстом на русском языке. Как и предполагалось, это самолет военно-воздушных сил Красной Армии. Дальнейшие поиски будут продолжены. Участники поискового отряда, как и бойцы Красной Армии, руководствуются слоганом «Ни шагу назад». Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ.